итак меня зовут святослав я сейчас эксперт по геймдизайну когда ты работал в компании wargaming где мы придумывали эти методологии и вот одна из них gamecraft от идеи до концепции за 8 часов по крайней мере мы предполагаем что это займет 8 часов у начинающих обычно больше времени у опытных поменьше мы там 6 часов укладывались все зависит на самом деле от конкретной идеи и состава группы для начала небольшой ввод на том что такое игра с нашей точки зрения с точки зрения вот этой методологии игра состоит из инструментов которые геймдизайнер придумывает дает игроку игра состоит из задач которые геймдизайнер придумывает для игрока а игрок игрок тоже придумывает их для себя и наконец из целей который игрок ставит для себя когда он собственно играет в эту игру или собирается и запустить даже то есть в данном случае инструментами может быть некий персонаж с какими-то суперспособностями испытаниями в данном контексте могут быть квесты и задания и так далее а вот цели которые ставят игрок он может либо выполнять эти задания которые выдают а может сам себе назначать некие цели там скажем скажем он захочет исследовать вокруг себя территорию они выполнять задания или там он будет гриндить там скажем репутацию вместо того чтобы опять же идти выполнять задание этой фракции что такое идея игры идея игры это некая некая мысль который приходит вам в голову когда вы от чего-то отталкиваетесь то есть например вам приходит в голову идея там уникальной механики да там не знаю тетрис в 3d и это означает что идея вашей игры будет базироваться на инструментах которые вы как геймдизайнер даете игроку вы можете сходить из некой классной интересной истории нарратив значит в таком случае важно будут не столько инструменты сколько испытания которые вы даете игроку скажем если вы даете ему не к адвенчуру значит вы должны дать ему задание что вот смотри ты в такой-то ситуации как ты ее будешь решать можно исходить из аудитории например что вы придумали игру или вы взяли за основу некую известную же концепцию до скажем шутер террористы против контртеррористов но ваша аудитория это люди 60 плюс и тогда ваша идея начинается так что это counter strike для тех кому за 60 и значит вы будете концентрироваться на свойствах игроков на которых ориентируйтесь ну и наконец наверное самое важное самое часто встречающиеся это рынок когда вы хотите выйти на некий рынок в некую нишу и тогда вы будете исходить не столько из аудитории или там механик игровых или задачи нарративе так далее сколько из требования этого рынка до из требований бизнеса для применительно к этому рынку теперь что такое концепция то есть мы вот у нас есть некая идея мы уже придумали какие у нас идея будет исходить из таких-то вещей но теперь этого мало то это самый старт вам нужно сделать так чтобы эта идея она обрела форму и обрела такие черты видимые и ее можно было продать до или там вынести на рынок для этого вам нужно ответить на несколько вопросов то есть вам нужно описать о чем это игра в целом кто там главный герой в кого будет вживаться игрок какое место этот персонаж занимает в общей картине мира какие есть инструменты в плане механик потом нужно ответить на вопросы про аудиторию кто ваши игроки портрет такой некий аудитории почему они будут играть за что они будут платить и каким образом их друзья могут быть вовлечены в эту игру то есть если это мультиплеер они могут их приглашать если это синглпэр они могут о нем что-то классное рассказать например помимо этого концепции конечно же нужны материалы нужны референсные игры нужен некий вдохновляющий арт то есть там мудборд набросать или просто накидать вот я хочу чтобы у нас была картинка как по и шоке очень поможет история игрока player story это рассказ об игре от первого лица то есть вы прямо вот вживаетесь своего игрока и такой вот я пришел с работы я устал я хочу значит полчаса просто потупить перед телевизором и вот недавно я купил вот эту вашу прекрасную игру и и запускаю чтобы значит там провести время не знаю пофармить ачивки или выполнять задания или просто развлечься вы все это пишите и пишите отмечайте по ходу дела решение которое игрок принимает им какие цели он себе ставит как он их преследует и какие эмоции в конце получает player story очень хорошо подходит когда у вас есть дизайн но он есть только у вас в голове и вам то может быть и понятно как он играется но понятно отрывочно как он играется попробуйте уложить это в единую схему как будто действительно весь этот дизайн от начала до конца кнопки старта кнопки выход у вас получается стройная классная игровая сессия вот и когда вы будете писать player story вы поймете что дать что-то мне не хватает дизайн или там наоборот а вот это и вот это почему-то не зашло в моей сессии не пригодилась возможно это лишнее надо убрать вот мы наконец corpillars это такая основа дизайна и разработки это кстати что в процессе геймкрафта в первую очередь вырабатывается такая центральная часть методологии потому что corpillars как бы диктует вам все остальное про эту игру мы до этого еще дойдем чтобы геймкрафт ну так и здесь вкратце это способ проверить либо некую новую идею да то есть вы будете придумывать новую идею либо если у вас уже есть идея в голове да я хочу делать вот такую-то игру да у меня вот есть где было вы сможете эту идею проверить с помощью этой методологии важно вот что важно чтобы у вас была команда мы обычно говорим 3-5 человек если больше будет очень сложно модерировать очень сложно будет понять кто как contribute в команду да кто так идей заносит если скажем меньше трех человек то это будет разговор ну диалог и там скорее всего будет очень много упущено то есть в идеале должно быть четыре человека функции у них такие визионер то есть тот кто заносит идею или как минимум тот кто контролирует прием там обладать правом вето принимает важные решения что вот мы делаем дальше по этой идее то есть как бы человек который ответственный за продукт эксперт это тот кто желательно с неким опытом разработки или дизайн то есть тот кто хотя бы приблизительно знает какие-то базовые вещи в разработке игр типа вот так делать можно а вот так делать нельзя фанат это тот кто знает зачем вообще такую идею делать да то есть если мы про counter strike до 60 плюс то фанатам должен быть человек который хотя бы не за чувствует аудиторию 60 плюс или очень хорошо знает counter strike и ему подобные игры чтобы всегда говорить нет у нас так там шутерах так и принято нужно немножко по-другому делать в таком духе и модератор это тоже функция то есть это не обязательно отдельный человек это именно функция то есть человек который просто вовремя говорит так ребят стоп вас куда-то занесло давайте не сворачивать с пути это тот человек который будет говорить слушайте вот вася высказался петь и высказался а игорь чего-то молчит дайте игорь дадим слово то есть подратор он следит за тем что все принимали участие в дискуссии дискуссии никуда не расплывалась инструменты это то что вам понадобится в оффлайне мы обычно используем whiteboard или подобные пищи тактильные инструменты поскольку мы сейчас с вами каждый сам за себя то вам понадобится только компьютер когда вы будете делиться на команды я рекомендую вам всем поставить дискорд или как минимум тому кто будет создавать комнату в дискорде поставить себе клиента остальные могут и по браузеру включиться до этого еще дойдем точка входа эта идея либо эта идея какая-то которую вы сгенерируете на первом этапе либо какая-то идея с которой вы придете конкретно заниматься геймкрафтом сейчас я вкратце пробегусь что что будет происходить сначала вы формулируете идею вы это делаете определенным образом после этого вы делаете такой поверхностный анализ рынка там смотря какие инструменты вам доступны список инструментов для анализа рынка я предоставлю финализировать идею то есть вы посмотрели рынок такие окей кажется эта идея место но наверное не надо там поменять пару моментов меняете пару моментов если необходимо и говорите все дальше мы едем с этой идеи ничего в ней не меняется начинается вторая вторая глава core pillars core pillars как я уже сказал такой фундамент для разработки это ваши ограничения и они же окна возможности первым делом вы берете свою финализированную идею и определяете у нее сильные стороны и слабые дальше вы эти слабые стороны описывайте как проблемы и придумывайте им решение сильным сторонам вы смотрите как ими можно воспользоваться для вашей концепции после того как вы это сделали вам нужно провести некое укропление и придумать превратить эти вот решения которые мы сделали в вот в этот самый фундамент дальше будет пример я все покажу расскажу поставок у вас есть core pillars вам теперь нужно их завернуть завернуть во всякие красивые фантики первым в первую голову вы будете придумать фичи вот тот самый классный этап когда у вас есть несколько момент несколько фундаментальных колонн вокруг которых вы будете плясать и говорить о а здесь классно будет сделать вот это а вот тут вот то а вот прям вообще отличный этап очень его обожаю дальше вам нужно будет ответить на важный вопрос об игре вот помните я показывал список вопросов что нужно чтобы ответить на про концепцию вот там в этим будете заниматься и и наконец как бы финализация это такой онлайнер в одно предложение вы опишите о чем ваши получившиеся концепции потому что она будет скорее всего очень сильно отличаться от изначальной идеи я сейчас пройдусь по каждому этапу и покажу отдельно соответственно пример того как мы gamecraft делали в живую не так давно итак первым образом первым делом идеи игры вам нужно сформулировать эту идею в 3-4 элемента то есть у вас например классная идея придумалась но она захватывает себя все это и форекс стратегия и в ней вшит тетрис и плюс это еще мультиплеер с дипломатией и это должно быть все шейдинге и выйдет она на windows 10 и это очень много разных элементов и вам нужно будет выкинуть все лишнее и оставить только самое самое главное я поясню почему просто дальше будете работать с каждым из этих элементов отдельно и очень тщательно потому что ваша задача будет из всего многообразия того что эти элементы представляет какими они могут быть вам нужно выжать и получить самый самый сок из этого элементы может что угодно это может быть какая-то ключевая игровая механика в core gameplay это может быть ориентация на определенную аудиторию да то есть в случае там counter-strike для тех кому за 60 мы берем понятный жанр мы берем аудиторию и там возможно еще платформу добавляем потому что дальше мы будем с этим работать можно даже вносить такой элемент как некое ощущение что депрессивный counter-strike для тех кому за 60 а если у вас вдруг нет идей в чем я честно говоря сомневаюсь вы можете проделать следующие упражнения вы можете взять какую-то популярную игру фортнайт по джи что там сейчас можно модно эмон газ задаться вопросом чего мне не хватает может быть какой-то фичи может быть вам не хватает определенного арт-стиля вы бы поиграли там не знаю фолгайз если бы это был какой-то сайфай в космосе подумайте о том какие механики друг с другом не сталкивались во времена моего детства юношества считалось очень крутым если появится игра которая совмещает себе реалтаймовую стратегию и шутер от первого лица что типа я могу быть командиром который командует юнитом а могу вживиться в этого юнита бегать им стрелять значит врагов лично вот ну потом с тех пор появлялись несколько игр такого типа но вот не так много то есть ниша на мой взгляд свободно что выглядит невозможно для дизайна просто берете какую-то совершенно сумасшедшую идею и пытаетесь с ней работать это очень сложно и это конечно для продвинутых гейм-дизайнеров но тем не менее иногда это интересное упражнение сейчас я покажу пример пример сделали у нас когда когда еще писал эту металлогию я собрал ребята сказал ребят мне нужно для целей презентации чтобы мы с вами на живую по-честному как будто бы вот студенты взяли и поработали по геймкрафту с абсолютно новой идеей вот идея которая занес она немножко такая олдскульная да из меня песок уже сыплется эта идея классическая point and click adventure для смартфонов и здесь я сейчас поясню что же это за идея такая в 80 и 90 очень популярным был жанр адвенчур да их потом называли по-русски квестами рисованные как правило где персонаж стоит адрес он прям на экране с помощью мышки раньше с клавиатурой а потом с мышки этого персонажа можно передвигать он может ходить по соседним комнатам он может трогать объекта может пытаться поднять эти объекты положить себе в рюкзак в инвентарь общаться с mpc с неигранными персонажами на сцене и так далее и тому подобное там используют на них предметы вот и здесь вы видите примеры нескольких таких олдскульных игр какие элементы мы здесь выделяем да у нас соответственно есть классическая то есть это вот как раз такой типичный пример ощущения что я хочу сделать адвенчуры который ощущается классической point and click адвенчуры это жанр который обладает определенными чертами и для смартфонов это платформа то есть я хочу сделать вот как тогда в 90 но на современные мобильники что нам для этого нужно для этого нам нужно понять если на рынке для этого ниши если там аудитория если там деньги и для этого нам нужно взять каждый из этих элементов или комбинации элементов и ответить что вот в нашем представлении представление каждого из участников команды что это за элемент кто его аудитория кто стремится к этому элементу кто может играть в эту игру захотеть играть эту игру и где там деньги да если это элемент который ориентирован на определенное он является признаком или частью скажем free-to-play геймплея там могут быть одни истории если это ближе к премиуму там соответственно другой способ заработка вот но вам скорее здесь важно аудитория если это аудитория и поскольку элементов несколько у них могут пересекаться ответы то есть скажем аудитория вот этого элемента пересекается с аудиторией вот этого элемента это классно это значит что вы на верном пути это значит что вы не будете сильно размываться потому что если у вас элементы будут разбегаться в разные стороны и будут вообще друг с другом никак не не работать скорее всего и идея у вас не выгорит вот но процесс покажет значит как это делается вообще достаточно поверхностного гугли не но можно использовать и бесплатные инструменты потом покажу где взять что в нашем случае вот мы задали несколько вопросов как там нынче классический адвенчур то как они на пока как они на смартфонах что там с деньгами как продаются кто играет и вот наши ответы что классических адвенчур не богатым почти никто не делает в основном это ремейки или мастеры иногда очень редко это новая игра каких-то ветеранов жанра которые продажи сами разбежались во всем инди контор ком на смартфонах история такая на смартфонах почти нету адвенчур которые были бы разработаны именно для них это почти всегда либо порты либо ремейки еще один момент который мы зафиксировали то что все эти адвенчуры продаются за премиум там где написано фри это на самом деле просто первый эпизод бесплатный а потом надо заплатить за остальные контент и про смартфоны как бы вопрос банальный ответ тоже на смартфонах много денег там самая разная аудитория и там могут быть самые разные подходы вот мы посмотрели на рынок поняли окей кажется для нашей идеи там есть место давайте посмотрим стопроцентно ли или может быть можно что-то поменять в этой идее так чтобы она изменилась не сильно испортина настроение но при этом она стала бы более привлекательны для аудитории или скажем более потенциально выгодный и опять же новая формулировка не должна сильно меняться это там три-четыре элемента нашем случае мы вот что выяснили что поскольку аудитория этих адвенчур классических уже выросла и они скорее всего не смогут играть так как это было тогда потому что тогда были сложные игры на самом деле там логика была нетривиальные авторы что-то не выдумывали управление было не самым удобным это сегодня у нас там один клик контекстное меню и делал что хочешь раньше там надо было выбрать конкретные действия навести на конкретное значит объект посмотреть что получится в некоторых играх количество были команды и количество этих команд было порядка 15 и представляете вот вам нужно вы стоите на экране и у вас там несколько объект вам нужно 15 команд перебрать потому что у вас не доходит того слой к автора чтобы продвинуться дальше конечно так делать нельзя но поскольку игры про ощущения то возможно здесь нужно поменять нам нужно понять классическую на ностальгическую то есть это то что вызывает приятные ощущения такие теплые ламповые а вот как было тогда вот и хороший пример из культуры это stranger things который ориентирован на аудиторию американцев основ конечно которые росли 80 потому что в этом сериале все атрибуты именно вот тех лет там начинают просто кто не смотрел посмотрите такой дух 80 факты идеи здесь мы начинаем бренд штормить здесь ваша команда должна прийти подготовленной потому что сейчас вы начинаете вбрасывать выбирайте вашу получившуюся идею игры берете каждый элемент и смотрите просто каждый из вас отвечает что я думаю по поводу этого элемента я думаю что он классный я думаю что он всем известным потому что он на рынке уже 30 лет я думаю что этот элемент хорошо зайдет такой-то аудитории я думаю что этого элемента будут проблемы с современным управлением потому что сейчас так никто не делает я думаю что и так далее так далее так далее так далее просто набрасывайте все что есть не тратьте времени на раздумья что еще мы думаем по поводу этого элемента если вам в голову приходит ассоциация с каким-то термином или явлением давайте ссылку чтобы все остальные поняли о чем вообще говорите в итоге вас должно получиться порядка 20-25 фактов если больше ничего страшного просто вам сложнее будет с этим объемом потом работать но старайтесь все таки если у вас 15 или меньше то это не очень хороший признак это значит что скорее всего вы недостаточно хорошо знаете предмет возможно вам в группе нужно что-то поменять вот что получилось у нас когда мы начали рассматривать вот такие штуки ностальгия но это когда вот типа стилизована по долг скул я играю чувствую ух запахло то лампами теплыми в ностальгии в данном случае случае с адвенчурами не очень важен сети потому что адвенчур выходил очень много очень разных про абсолютно разных персонажей в разных ситуациях и так далее а вот нарратив то есть почему мне интересно играть почему я все еще цепляюсь почему мне важно выяснить что же там в конце с этим космическим уборщиком произойдет вот он важен адвенчуры как жанр ну очевидно что это нишевый жанр да если игр на рынке нету наверно тоже никому нафиг не нужны зависит от качества арта адвенчуры свое время были двигателем прогресса вот как сейчас там всякие 3d шутеры это вы покупаете новую карту чтобы играть нового assassin's creed а раньше обновляли компьютер потому что выходили более красивые приключения а потом они начали выходить на компакт-дисках и надо было покупать привод сидером сейчас наоборот никто не покупает привод сидером и поэтому арт был таким двигателем то есть все кто играл адвенчур так его на это же были красивые игры и крутой арт много весит такое тоже замечание которое может оказаться важным из приколов в адвенчурах не нужен онлайн наверное единственный жанр на рынке где не нужно ничего отдавать в интернет важен звук по крайне раньше в 90 было очень важно особенно когда приключения начали озвучивать живой голос появился в игрок вы не представляете какое-то было открытие тогда а вот и звук в целом создал такую атмосферу и музыка что прям вот нужно еще из интересных особенностей адвенчуры они подходят для серийности они все были устроены поэпизод на то есть ты садился играть в игру ты понимал в какой ситуации находится персонаж чего ему нужно достичь ты значит этой цели достигал потом грыли глава первая закончилась началась глава 2 вопроса про смартфон ну здесь все достаточно банальный понятно но тем не менее point and click это естественно это смартфон управления потому что если на пока мы играли с мышкой то в смартфон просто можно тыкать получше ровно тот же результат экран меньше 6 дюймов здесь мы впервые наткнулись на необходимость уйти на автопик то есть когда модератор сказал мы начали обсуждать на какой платформе лучше бы зашла этот вечер на смартфонах или на тейблетах на планшетах мы за это зарубились и модератор сказал так стоп 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 давайте выясним какие платформы более популярны что нам выгоднее пошли в интернет google выяснилось окей там на тот момент на планшетах играла всего 18 процентов от общего населения общих владельцев мобильных и гаджетов вот мы решили окей значит мы ориентируемся на телефон это будет сложнее очевидно но тем не менее короткие сессии да это бич смартфонов потому что люди пользуются им исключительно чтобы играть но не исключительно в основном чтобы играть там 5 7 10 минут высокой конкуренции тоже не особое открытие но тем не менее это нужно учесть нужно записать дальше мы покрутили тренды тогда как раз был моден агумент реалити геопозиции это соответственно покемон гол виза цена и что там еще с тех пор кого ходила там пейкман должен скоро выйти вот и прочее это то что нам приходило в голову в процессе но не имело отношения конкретному элементу либо что то что мы забрали еще из предыдущего этапа то есть мы такие пока если мы делаем игру на смартфонах point and click но при этом это естественно правильно для смартфонов можно тогда и на показа одну сделает и мы если такой пункт что возможно это легко портировать на пк аудитория взрослые да как мы выяснили раньше что значит по этим адвенчурам будут больше всего ностальгировать взрослые но еще в этой аудитории возможно есть дети а это значит что мы можем расширить свою аудиторию типа поиграй сам дай ребенка друг говоря мы пока не знаем являются ли эти факты проблемами или возможностями хотя кажется очевидным следующий этап это как раз там где мы это будем делать нужно вот взяв эти факты нужно определить является ли этот факт проблемой если да то как лучше эту проблему решить или наоборот это некая возможность которой необходимо воспользоваться чтобы наш проект был краше лучше и веселее несколько моментов во первых нужно пройтись по списку несколько раз когда проходит первый раз вы решаете каждую отдельную проблему и пользуете каждую отдельную возможность когда вы проходите второй раз вы уже учитываете под список решений которые вас есть и возможно часть решений друг с другом за сочетаются и станут таким мега решение вот совместите три одинаковых получите супер старайтесь одной идеей это тоже отсюда одной вот одним решением покрывать несколько фактов до вас скорее всего будут близкие истории и его будет удобнее если мы таки об совместили получили но на примере вы увидите и пишите какие факты вы покрыли решением это полезно это придаст вам уверенности в том что вы на правильном пути два важных момента во первых когда вы придумываете решение и вот эти вот возможности применения старайтесь менять только геймдизайн то есть вот эти решения должны исходить из геймдизайна можно писать но это маркетинг порешает но этому деньгами зальем тут инвестора найдем там паблишера это не очень хорошо то есть это да можно использовать но хорошо бы это оставалось вашим там нз то есть до этого старайтесь решать геймдизайном если уж совсем не получается окей давайте прибегнем к маркетингу и еще один момент правое вето у вас должен быть визионер он имеет право вето он должен решать является ли факт проблемой или возможностью может бывает так что кажется что вот если повернуть вот так как проблема а если вот так то это это наоборот хорошая возможность вот у вас есть визионер пусть он решает наш пример много букв постараюсь быть вкратце короче красное плохо зеленое хорошо зеленые возможности красная проблема что мы с этим делаем стилизация под улдскул что это это хорошо или плохо но мы решили что это хорошо что это значит что мы целимся в определенную нишу мы четко знаем что мы хотим и мы знаем нашу аудиторию как мы этим воспользуемся мы будем вводить в игру олдскульные стереотипы это значит что у нас будут персонажи похожие на вот тех героев которых мы играли в 90 это значит у нас ситуация будут похожи когда мы будем заказывать музыку мы попросим чтобы там были сэмплы или мелодии схожие с там со старыми классическими крестами и так далее там подобное то есть общем и целом напишем что это олдскульные стереотипы сеттинг не важен и нарратив важен это две части такого одной монеты который говорит нам о том что нам не важно в каком сеттинге мы делаем игру нам важно чтобы у нас была захватывающая история это значит что решение которое мы сюда пишем она так и будет называться захватывающая история мы делаем игру с захватывающей истории . нишевый жанр мы не смогли особо придумать как это порешать мы подумали вот что самый простой способ затащить аудиторию которая не является аудиторией вашего жанра это использовать как это известный айпи да там каждый читал алису в зазеркалье алиса в зазеркалье сейчас как айпи находится в паблик домейн то есть публичном доступе вы можете взять вы не можете взять скорее всего не можете взять арт который использовался для иллюстрации книги но можно взять саму книгу персонажей сюжетные ходы сделать свою игру и ни копейки не заплатить наследникам левиса кэрролова вот и есть отдельный сайт я тоже поделюсь им где такие айпи можно подсмотреть где вообще можно увидеть все работы которые находятся в личном доступе бесплатно сейчас хорошая динчура зависит от качества арта и крутой арт много весит о чем нам это говорит нам говорит о том что если мы делаем мобильную адвенчуру нам нужно что-то делать с объемом арта нам нужно каким-то образом это объем сокращать плюс арт должен быть классный здесь мы придумали такое решение мы делаем игру для мобилок и детали по все детали должны быть крупными то есть мы не делаем там мелкие совсем детали мы не можем поставить человечка на фоне таджи махала потому что на смартфоне мы просто не увидим человечка чтобы нормально разглядеть тадж махал вот это значит что мы должны вот все детали имеет закладывать главе что это должны быть крупные детали. То есть мы не можем там мышку нарисовать, которая бегает по полу. Это будет очень трудно в нее попасть. Эпизоды. Это вещь, которая решает сразу несколько классных проблем. Как мы уже говорили, крутой арт много весит. Значит, мы можем, если мы будем продавать игру поэпизодно, мы будем продавать меньше объем. Игроку придется меньше скачивать, клиент. Онлайн не нужен. Это вообще, это скорее к маркетингу относится, что мы можем прям большим крупным шрифтом в описании написать. Вам не нужен интернет, чтобы играть в эту игру. Скачайте, играйте хоть в самолете, хоть где. И потом, когда мы дойдем до девятого пункта, он тоже сюда ляжет. Играть оффлайн, это тоже, кстати, мы сюда записали, чтобы просто не пропало на будущее. Звук важен. Важен звук почему? Потому что, как я уже говорил в адвенчурах, это играло огромную роль для атмосферы, для погружения и так далее. И это проблема. Вот почему это проблема. Мы выяснили, сколько человек, когда играют в мобильную игру, слушают звук. То есть мы погуглили, нашли несколько исследований, выяснилось, что около 30% или даже меньше слушают звук, когда играют в мобилку. И это беда. Мы не сможем сделать атмосферную адвенчуру, если люди не услышат то, что мы хотим заложить. И мы решили здесь вот что. Что, а как решают проблему со звуком другие медиа? Мы вспомнили про комиксы. Что в комиксах, там же нет звука, да, это бумага. Там рисуют звук. Причем пишут, да, там, произошел звук там, бдым. Но при этом еще и рисуют таким образом, да, там вот этот вот бабл такой игольчатый или там со всякими спецэффектиками рисованными, что там произошел взрыв. Вот. Мы подумали, а почему бы в нашей адвенчуре не делать то же самое? Почему бы нам не делать ее в такой комиксной стилистике, где вместо звуков будут вот эти топ-топ-топ, бац-бац и т.д. и т.п. Звучит классно, берем, берем. Подходит для серийности. Да, у нас уже есть решение эпизода, и мы пихаем это туда. Понятный клик, естественное управление. Мы обсуждали вариант спортирования на ПК. Давайте запишем. Что здорово, что у нас есть такая возможность. Давайте и воспользуемся. Следующий момент. Сначала смартфоны, да, то есть экран меньше 6 дюймов, значит смартфоны идут первыми, это, возможно, проблема. Как мы уже говорили, надо что-то делать с артом. И здесь мы ввели такую вещь, как читабельный дизайн. То есть это то же самое, что с артом. Крупные объекты, но дизайн самой игры, интерфейс, управление, оно должно учитывать, что игрок смотрит. Игрок смотрит на телефон, на этот маленький, и он должен попадать. Куда ему надо попасть. Короткие сессии и высокая конкуренция, мы их здесь объединили в одно решение. Люди пользуются смартфонами, чтобы поиграть несколько минут. Это проблема, потому что адвенчуры, это такой жанр, который требует увлечения. То есть ты приходишь, ты запускаешь компьютер, он у тебя долго гудит, загружается. Потом ты, значит, находишь нужную игру, жмешь Enter, она запускается. И ты такой, вау, я в волшебном мире, не знаю, там, Керандии. И в этом волшебном мире хочется проводить там не меньше получаса. На смартфонах полчаса довольно сложно провести, особенно когда вы пошли просто в туалет и достали телефон. Вот, потом геморрой может возникнуть. Поэтому как нам решить эту проблему? Мы решили, окей, мы поддадимся рынку, и наша адвенчура будет играться микроисториями, то есть короткими сессиями. Как именно, посмотрим дальше, но пока идея такая, что мы должны, вот если в адвенчурах несколько экранов в одном эпизоде, то у нас будет там один-два, может быть. И таким образом мы сможем сократить время, необходимое для того, чтобы игрок запустил игру, понял, что происходит, выяснил, что ему нужно сделать, проделал, поэкспериментировал на экране, и все, через 7 минут он закончил эту историю, и радостный вышел из игры. Дальше мы взяли вот эти вот 14-15 про трендовые элементы мобильного дизайна и поняли, что нет, мы не можем делать игру, которая будет этим трендом следовать. Просто, ну, не все возможно уложить, это нормально, что у вас что-то не укладывается. Легко портировать на ПК, мы это уже обсуждали. Аудитория выросла. Аудитория выросла, и у аудитории есть дети. Это два разных решения. Они у меня здесь, правда, перепутаны немножко. Аудитория есть дети, значит, мы можем делать игру 13+, чтобы максимально ее расширить, но при этом мы ориентируемся на то, что аудитория 30+. То есть это означает, что мы можем вводить в игру, поднимать некие вопросы или проблемы, которые будут понятны этой аудитории. Ну, там, без чернухи-порнухи, просто вот какие-то, ну, может быть, взрослые проблемы обсуждать, ну, на детском уровне. Теперь, когда у нас есть вот этот вот список, такой большой список решений и разных применений, не очень понятно, что с ним делать. Вот сейчас будет понятно. Нужно решение, которое близки друг к другу, например, потому что они относятся к одной области, объединить. Нужно их объединить, нужно поднять, так сказать, повыше на уровень абстракции и сформулировать это в некие заповеди дизайна. То есть там «мы будем делать вот так» или «мы не будем делать вот так». Это вот и будут те самые фундаментальные колонны для вашего дизайна. То, что будет вас впоследствии ограничивать и то, что будет давать вам открывать какие-то возможности. Поскольку это центральная часть геймкрафта, я обычно здесь рекомендую сделать перерыв. То есть там, сходите покурить, лучше на обед. И когда вы вернетесь, не надо никаких ограничений по времени, там можно делать несколько проходов. Самое главное, чтобы у вас все сложилось. Бывает так, что какая-то фича, то есть, извините, какое-то решение не очень хорошо соорганизуется с другим, чтобы образовать такую заповедь. Но при этом это хорошо звучит, как отдельная фича. Вы можете его записать, просто отложите его, и когда на следующем этапе мы дойдем до фичей, вы его туда вернете. И посмотрите, хорошо ли оно работает с остальными корпорами. Что у нас получилось? Вот мы стали брать схожие решения, объединять их, и у нас начали получаться вот эти вот заповеди. Сначала мы взяли аудиторию. Но тут особо кувыркаться некуда, нам нужно расширять аудиторию, поэтому у нас игра будет и для взрослых, и для детей. Дальше мы подобрали похожие, это немножко разные, но тем не менее похожие решения, что нам нужно делать как олдскул, с олдскульными персонажами, но при этом мы хотим взять за основу, за арт-вижуал, мы хотим взять комикс. И мы такие, окей, комикс это классный стиль, олдскульные стереотипы, каждый персонаж выглядел там, скажем, в своей манере, мы можем все это поместить в комикс. И поэтому у нас будут стильные архетипы в комиксе. Дальше у нас захватывающие истории и микроистории. Это, значит, относится к нарративу. Что мы здесь сделали? Мы придумали такую концепцию, что у нас есть много этих стереотипных персонажей, у нас есть одна вот эта некая история на один-два экранчика, но при этом каждый персонаж, он обладает своими уникальными чертами. Кто-то задиристый, кто-то смирный, кто-то обаятельный, кто-то, значит, там с кулаками лезет, кто-то языком чешет. Значит, и мы можем сделать так, что нужно одну и ту же цель достичь разными персонажами. И каждый персонаж будет по-своему к этой цели идти. Кто-то будет, там, не знаю, разговаривать с NPC, выяснять информацию, а кто-то будет шариться по шкафчикам и там ту же информацию находить, чтобы идти дальше. Вот. Таким образом, у нас получается, что история, по сути, одна и та же, но при этом прохождений у нее много. Сколько персонажей мы придумываем на одну историю, столько у нее и будет прохождений. Дальше мы перешли к арту. То есть у нас должны быть крупные детали, у нас должен быть читабельный дизайн игры и описать это одной строчкой может как упор на арт. Какое здесь ограничение? Ограничение здесь такое, что если вы придумываете какую-то фичу, какой-то экран, что-то, вы должны согласовать это со своим, так сказать, департаментом арта. Типа, а можно ли сделать вот так? И скажут, да, можно или нет, нельзя. Эпизоды. Тут не убавить, не прибавить. Будет здорово, если мы будем выпускать игру эпизодами. Это позволит нам создавать не очень много контента на каждый эпизод. И плюс это дополнительная монетизация, что мы можем продавать игру эпизодами. Играть в офлайн. Это все еще классная фича. Давайте ее оставим, что мы не будем, мы поклянемся на крови, что мы не будем вводить туда онлайновые сервисы, рейтинговые доски и т.д. и т.п. В игру играть можно в офлайне. Все, точка. Дальше у нас возникли следующие моменты. Мы можем взять известный IP, действительно. Но, во-первых, мы сейчас не можем определить какой. Какой нам лучше подойдет, какой нам больше подойдет. Давайте это отложим на потом. Порт на ПК. То же самое. Что нам нужно, чтобы игру можно было портировать на ПК? Какие технические ограничения? И так далее. Гейм дизайна это отношение не имеет. Это офф топик. Офф топик это то, о чем можно поговорить потом. Я в конце расскажу про разные типы офф топика еще. Ну вот, наконец-то мы добрались до фичей. Вот здесь вы включаете своего внутреннего гейм дизайнера и начинаете просто генерить во все. Вы берете порт пилар, который у вас получился, и придумываете к нему. Классно будет к нему придумать вот такую штуку. А здорово вот это вот сделать. А вот помните, у нас еще был разговор про вот такую фичу. Она сюда классно ложится. В общем, вы будете придумывать фичи, вам будет это нравиться. Если вам это вдруг почему-то не нравится, значит, что-то пошло не так, и концепция у вас не очень. Все фичи, то есть, точнее, каждая фича должна так или иначе корреспондиться, да, соотноситься с каким-то из core pillar'ом. Ну, или как минимум не противоречит ни одной из них. Вот. В нашем примере, ну, мы тут просто, у нас время поджимало, поэтому мы не стали прям совсем уж накидывать. Для детей и взрослых, что это значит? Мы можем использовать концепцию бытового юмора, как смешариков, когда там, по сути, проблемы, которые, да, или ситуации, которые описываются в мультике, да, детский мультик, но ситуации, которые там описываются, бывают иногда очень весьма взрослыми. Стильные архетипы в комиксе. Что мы можем здесь придумать? Ну, будет классно, если у нас игра будет проходить, вот, как в комикс-зон, стрип за стрипом, то есть мы там не между экранами переходим, а странички переворачиваем. Там, комиксы дадут нам основу для стрипов, которые можно будет в соцсети постить, да, особенно если мы сделаем какие-нибудь виральные штуки. Одна из вторых многопрохождений. Это значит, что мы можем взять и поиграться, как с кубиками, с разными элементами. То есть у нас есть персонаж, у нас есть цель, у нас есть сетинг, да, ну, не сетинг, а, скажем, ситуация. И мы можем менять персонажа, можем менять цель, можем менять саму ситуацию. Это даст нам огромное количество итоговых результатов, да, игрок проходит и там, ты прошел таким персонажем, такую-то цель на таком-то уровне. Та-дам! Вот тебе ачивка за это. Упор на арт. Ну, здесь, как в комиксах, визуализация звуковых эффектов, такой необычный момент. И можно сделать, раз уж мы говорим про комикс, что это может быть стилистика сел-шейдингом. Это такая визуальная стилистика, которая используется, например, в Borderlands, или вот в недавно вышедшей 13, в Telltale-овских играх, почти во всех сел-шейдинг и так далее. И выпуск эпизодами, да, это мы можем продавать эпизоды персонажей. Мы можем там, благодаря этому мы можем экспериментировать даже в рамках разных эпизодов. Вот мы накидали всего. У нас потихонечку начинает вырисовываться игра, и теперь нам нужно ответить на вопросы. Тут вопросов немножко меньше, чем было в том слайде, где я показывал, сколько их должно быть, потому что это ключевые вопросы. Все остальные, они как бы проистекают из них. Вам нужно описать, кто у вас главный герой, кем себя должен ощущать игрок, где разворачивается действие, то есть в какой ситуации, в каком сеттинге. Как проходит действие, то есть что игрок делает, какие у него есть инструменты, что вокруг него происходит. Дальше, что мотивирует игрока запустить игру, продолжать в нее играть, возвращаться в нее. И, наконец, чем она заинтересует друзей этого игрока. Тут момент такой. Можно брать фичи для ответов. То есть вы придумали, кто у вас главный герой на этапе фичей, отлично, вы уже ответили. Ответы не должны противоречить Пурпинус. То есть, скорее всего, они будут дополнять ваши фичи, они будут дополнять Курпинус, но при этом они не должны им противоречить, не должны им пререкаться с ним. В нашем случае вот что получилось. Ну, понятно, что кто у нас. У нас вот те самые архетипы персонажей из квестов 90-х, 80-х, и это по ощущениям героя нашей ностальгии. Я запускаю, вижу чувака молодого, который хочет стать пиратом. Я такой, о, это же как, Гайбра Штрифу. Где происходит? Поскольку у нас нет единого сеттинга, мы говорим о том, что у нас каждый герой проходит одну и ту же историю в серии разных приключений, которые помещены в разные сеттинги. Как именно? У каждого героя свой характер, свои мотивы и цели, свои способы прохождения. Соответственно, именно вот так. И при этом происходит то, что детально, вот детали на экране, в диалогах и так далее, они напоминают о классических адвенчурах. Какие мотивации для игрока? Чего он захочет играть? Ну, во-первых, он будет знать, что запустив игру, он максимум через 10 минут выйдет из нее удовлетворенным. Он будет знать, что каждая из этих микроисторий является частью большого, назовем это, мультиверсом. И в итоге это все складывается в какую-то большую сюжетную арку, которая куда-то кого-то к чему-то приводит. Плюс он знает, что проходя одну и ту же историю за разных персонажей, он будет там сколлекционировать какие-то коллекции. У тебя все герои прошли этот эпизод. Ура! Получи трофей. Социалка. То есть, что можно пошарить или как можно привлечь друга? Ну, поскольку это символ-плеерная игра, то друга привлечь не получится. Давайте тогда упор на вералку. Можно делиться в соцсетях всякими забавными картинками, можно референсить популярные мемы, можно давать даже основу для мемов. Да, ну, такие богатые, конечно, смелые замыслы, но тем не менее, почему нет? И это финальный этап. Надо теперь вот все, что вы нагенерили, весь этот контент вокруг вашей идеи, уже концепции, вам нужно эту концепцию емко, лаконично обрисовать. То есть, это как, вы знаете, есть такая вещь, как elevator pitch. Вам нужно за одну минуту, пока едет лифт, инвестор рассказать, о чем ваша игра. А это, знаете, такой pitch на дыхании. Вам нужно набрать воздуха в грудь и за одно дыхание рассказать, о чем ваша игра. То есть, такой one-liner. Как строить такое краткое описание? Вам нужно взять самое важное из вашей игры, потому что вы нагенерили не только core pillars и фичи, у вас еще и ответы на концепции, это много текста. Вам нужно взять самое главное и поместить это в определенном порядке. Хороший пример таких коротких описаний это рецензии кураторов в стиме. Ну, там, конечно, большинство из них всякие шуточные пишут, но некоторые действительно им удается, вот там ограничение 160 символов если не ошибаюсь, им удается в эти 160 символов поместить прям самую мякотку от того, о чем игра. Рекомендую использовать. Вот что получилось в нашем случае. То есть, видите, я сюда что поместил? Я сюда поместил важную информацию о том, что это эпизодическое приключение. Комикс у него стильный, в смысле, стиль у него комиксный для взрослых и детей, про архетипичных персонажей, то есть не каких-то выдуманных, а уже заранее известно, что есть архетипы, которые одну и ту же историю проходят разными путями. Ну, и отдельно, что это для смартфонов. И, исходя из этого, когда вы читаете вот этот вот пич на одном дыхании, тот, с кем вы разговариваете, ваш собеседник, он в голове начинает выстраивать картинку. Ага, комикс для взрослых и детей. Понятно. Эпизоды, ясно. Архетипичные персонажи, пока не очень понятно, но тоже более-менее понятно. Одну и ту же историю разными путями. Ага, вот теперь эта картинка сложилась. И это точка отсчета для того, с кем вы будете общаться, с инвестором или с другими, с коллегами, которые будут с вами эту игру делать. Для них это будет такая точка отсчета. Ага, теперь понятно. Давай теперь в детали. И дальше вы пойдете вдаваться в детали, о чем ваша игра. Что вы получаете в конце? Вы получаете вот такую красивую картинку. Ну, окей, это я для презентации ее красивой сделал. Вы можете сделать ее под свой вкус. У вас есть этот ванлайнер, который является открывающим в вашей печи-деке. У вас есть фундаментальные основы вашего дизайна и разработки. Что у вас игра для детей и взрослых, и это правило не нарушается. У вас будут стильные архетипы в комиксе, и это правило не нарушается. Вы не будете менять стилистику, вы не будете создавать каких-то новых героев, если они не основываются на ностальгии вашей аудитории. Одна история многопрохождения, тоже это порно-арт, выпуск эпизодов, это все фундамент. На нем не строите свою игру. И у вас, конечно, есть обзор концепции, где вы описываете, что у вас происходит, кто ваш герой, и т.д. и т.п. Все эти ответы. По идее, вот эта информация, ее достаточно для того, чтобы что делать. Начать писать питч. То есть, по сути, вы можете уже питч сложить, у вас есть все необходимые буквки. Вы можете начать собирать команду разработки, потому что вы можете уже любому человеку рассказать, о чем ваша игра. Вы можете написать юзерстори. Как я уже рассказывал, это рассказ от первого лица. И, собственно, вы можете открывать какой-то, не знаю, гугл-таблицу и начинать писать свой дизайн-документ в вашей будущей игры. Последний момент про офф-топики. Мы делим их на три типа. Блокер – это когда вот вы начинаете что-то обсуждать, начинаете там генерировать какие-то или набрасывать, и понимаете, что вы с вашими коллегами находитесь на каких-то разных полюсах, видим, потому что вы говорите один термин, а он говорит, а это же про это, а ты говоришь, нет, это про другое. И тут, ага, у вас начинаются проблемы, вы начинаете друг друга не понимать. На этом моменте модератор должен сказать, так, стоп, ребят, давайте разберемся, мы не поедем дальше, пока мы не окажемся снова все на одной странице. И вот такие моменты я называю блокером. Или когда вот та история со смартфонами, когда мы не могли понять, мы будем делать адвенчуры для смартфонов или планшетов, мы такие, окей, мы дальше не поедем, пока не выясним, для чего же мы делаем. Открытый вопрос, это вот как та история с IP или пока второй платформой, что типа мы потом это обсудим. Это не блокирует нам нашу дальнейшую работу, это важный момент, но мы сейчас не будем, не хотим на него отвечать. И отдельная тема, это когда у вас в процессе, такое совершенно точно, наверняка будет, кому-то придет в голову идеальная, гениальная концепция какой-то игры, которая похожа на ту, которую вы обсуждаете, но она совсем про другое. Вот. Здорово, что у вас рождается концепция, запишите, поговорите об этом в следующий раз. Вот. Это просто то, что нужно знать. Ну и на этом, пожалуй, все, что мне есть рассказать про GameCraft. Спасибо, что слушали. Соответственно,